Звездная корсара Итак, продолжаю рассказ о данном романе. Как я уже сказал в прошлом отзыве, сейчас мы поговорим о сюжетной линии, действие которой происходит в Советском Союзе, ориентировочно в 80-х годах XX века. Напоминаю, роман написан в 1971 году, поэтому с этих позиций это недалекое будущее. Точных дат нет. Когда Олесю Пернику приходилось писать год, он принятой тогда манере писал 1900 и многоточие. Описанный им советский Киев мало, чем отличается от советского Киева 70-х, но от описанный им Советский Союз уже отличается. В частности, СССР уже минимум несколько лет совершает пилотируемые полеты на Луну. Более того, у него есть там постоянная станция с персоналом. Напоминаю, в реальности советские космонавты так и не побывали на Луне. Более того, на ней по сей день не пришлось побывать российским космонавтом. Хотя лунная программа в СССР была, но реализовать ее не удалось. У меня есть разрешение современного художника-космиста Сергея Крайнева на использование его картин в моих роликах. И в него есть интересный цикл картин, не сбывшиеся. Вот одна из этих картин. Советские космонавты перед входом в лунную пещеру. Кстати, напоминаю, вот как выглядит обложка романа «Звездный корсар». Нужно также отметить, что в 1971 году такое, благодаря гению Сергея Павловича Королева, казалось возможным полным. Но, увы, после того, как он ушел, мы везде в космосе начали проигрывать американцам. Наверное, здесь также будет в тему сказать, что «Звездный корсар» – это роман феерия. И реальности, в которых происходят его действия в других сюжетных линиях, просто потрясают. Но сюжетная линия Советского Союза в 80-х годах от этого нисколько не проигрывает. И смотрится на их фоне более чем неплохо. Так вот, живет в Советском Киеве вчерашний выпускник юридического вуза, молодой сотрудник МВД Григорь Була. Он начинающий следователь. И понятного понятия еще не имеет, чья он инкарнация. И он, как любой начинающий, следователь очень переживает, что начальство никак не поручает ему серьезного дела. И по законам жанра именно с первого серьезного дела все и начинается. Начальник вызывает ее к себе и обозначает ситуацию. Несколько лет назад в небольшом городе, недалеко от Киева, пропал директор ликвироводочного завода. После его пропажи на заводе были вскрыты большие хищения. Было возбуждено уголовное дело, но оно ничего не дало. Директор пропал с концами. Семья его пережила очень большую трагедию. Он был очень уважаемым человеком в городе. А с его смертью все рухнуло. Жена не пережив происходящее умерла. А дочь была отправлена в детский дом. Несвершеннолетняя дочь. Однако девочка оказалась с характером. Несмотря на огромное горе, потерю обоих родителей, лишение, потерю большой хорошей квартиры, достатка и привилегированного положения, она хорошо закончила школу, закончила медучилище и стала медсестрой. И она оказалась очень хорошей медсестрой. И скоро ее перевели в Киев. В очень престижную новейшую клинику, занимающуюся лечением гипертонии. И это по мнению начальника Григора Шанса. Он предлагает ему познакомиться с девушкой. Ее зовут Галя Куриная. Войти к ней в доверие и попытаться через нее выйти. На ее отца, ну и соответственно на пропавшие деньги. Григор малость ошарашен и отвечает. Простите, но то, что вы мне предлагаете, называется подлость. Вы предлагаете мне войти в доверие к девушке, пережившей настолько страшную трагедию, а потом ее предать. Но начальник отвечает. Извини, но такая у нас работа. Деньги пропали. И деньги большие. Единственная ниточка к ним, Галя Куриная. А ты подходишь идеально. Ты молодой, а значит тебя еще никто не знает. И поэтому шанс твоего разоблачения минимальный. Я даю тебе два месяца. На работу не приходи. Чем позже девушка узнает что-то с сотрудником БАДА, тем лучше. Подумай, как к ней подъехать. Телефонная связь только со мной и только в самом крайнем случае. Легенду прикрытия для себя придумай сам. Мы, понятно, поможем. И Григор начинает работать. Сначала он знакомится с хозяйкой Гали. Она снимает комнату. Потом приходит к выводу, что самый правильный вариант для него – это симулировать гипертонию. У него есть друг, студент мединститута. Он звонит ему и советуется. Как нагнать себе давление, чтобы сойти за гипертоник. Все срабатывает. И он знакомится с Галей. И вот тут и начинаются чудеса. Причем не в переносном. А в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Галя, понятно, оказывается красавицей. Точнее, немыслимой красавицей. Но здесь главное даже не это. У него с первого мгновения возникает чувство, что они с Галей очень давно знакомы. Самое же главное – у Гали тоже возникает точно такое же чувство. У них обоих вспыхивает любовь с первого взгляда. Но самое главное в этой любви – то, что у них обоих чувство, что эта любовь не вспыхнула. А она у них длится уже очень давно. Точнее, невообразимо давно. Это, понятно, само по себе уже тянет на чудо. Но это еще не чудо. Это лишь прелюдия к нему. Настоящее чудо происходит, когда Григор приходит к своим хозяевам. Он тоже снимает комнату. И ложится спать. Но заснуть ему не удается. Вместо этого он впадает в транс. И в него начинает пробуждаться память о прежних жизнях. Только так сказать – это получается ничего не сказать. Тем более, что в наше время, после книг Реймана Домоудия, этим уже никого и не удивишь. Правда, первая его книга вышла в 1975 году. А роман же Олеси Бердника, как я сказал, был издан в 1971 году. Впрочем, Иван Ефремов в романе «Елизавие бритвы» опубликовал все это еще в 1963 году. О чем мы уже много раз говорили. Правда, он там обозвал атакенной памятью. У Бердника же открытым текстом, что это память о прежних жизнях. Причем в самый разгар научного атеизма. Но, как я уже по сути сказал, даже это не главное. И не главное потому, что первая, прежняя жизнь, открывшаяся Григору, совершенно фантасмагорична. И он, понятно, решает, что это был бритв. Он вспоминает, что когда-то жил, нет, ни в другую историческую эпоху. А вообще не на нашей планете. И более того, вообще не на планете. Он жил в условиях немыслимого, высокоразвитой цивилизации, которая давно уже не живет на планетах. Отказ от жизни на планетах в процессе эволюции вообще закономерен. Поскольку планеты очень нерациональны. Для жизни используется лишь их поверхность. Идеальный вариант для жизнеразумных существ – это так называемая сфера Дайсона. Гипотетически, астроинженерный проект, предложенный американским физиком Фременом Дайсоном. Суть планеты Солнечной системы разбираются. И язык вещества в экосфере Солнца создается сфера, заключающая Солнце внутрь. Таким образом, ни кванта Солнечной энергии не будет теряться. Люди же будут жить на внутренней поверхности сферы, освещаемой Солнцем. На выходе будет огромный мир, ресурсов которого хватит для триллионов и триллионов людей. Разговор о сфере Дайсона, конечно, очень интересный и очень большой. Я думаю, мы о ней еще однажды поговорим. Кстати, есть одна из книг, цикла о Ричарде Блэйде. Действие которой как раз и происходит в сфере Дайсона. И, надеюсь, оцен на нее я однажды напишу и сниму. Здесь же пока скажу, что и в сфере Дайсона есть альтернативы. Точнее их две. Мир кольцом и мир спирали. То есть, вокруг светила создают не гигантскую сферу, а гигантское кольцо или гигантскую спираль. На внутренних сторонах которых, повернутых светил, также живут люди. Так вот, в мире, который вспомнил Григор, люди как раз и живут на кольцах и спиралях, повернутых светилом. Понятно, эти кольца и спирали созданы искусственно. И в силу немыслимого развития этой цивилизации, все их материальные потребности удовлетворены давно. Точнее, очень и очень давно. И удовлетворены полностью. Но именно то, что им, как в той песне группы Аквариум, нечего больше хотеть, и создает новую и очень серьезную проблему. Кстати, эта проблема, но не настолько остро, поднятая у братьев Стругацких, в Граде Обреченном. Григор в этом мире занимает очень высокое положение и принадлежит к самой высшей элите. Он и здесь следователь, но только его должность официально называется космоследователем. И он самый главный следователь этого мира. Мир называется Система Ара. Слово Ара переводится как Единство. И зовут его Меркурий. Думаю, уже из этого ясно, чья он инкарнация. Живет в этом мире и Галя. И она тоже входит в самую высшую элиту. Ее должность называется космократер. Кстати, это термин не Олеси Бердника, а Елены Блаватской. Здесь ее зовут Громовица. И она невеста. Григор Меркурия. И Григор, и Громовица еще очень молод. Но, несмотря на это, как я уже сказал, занимают даже не очень высокое положение. А, не будет преувеличением сказать высшее положение. Людей, высшие их по статусу, несмотря на то, что цивилизация гигантская и охватывает как минимум несколько галактик, причем именно как минимум единицы. Это в данном мире вообще уникально. Дело в том, что в системе Ара давно достигнуто биологическое бессмертие. И поэтому молодые люди, даже просто на высоких постах, не говоря уже о высших, редчайшие исключения. Но вот, тем не менее. И именно то, что жителям системы Ара нечего больше хотеть, и есть главная сюжетная линия Звездного Корсара. И именно это и породило преступление того, кого, в том числе и православные люди, считают Господом Богом. Но об этом мы поговорим в следующей части отзыва. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.